Всем привет, это FreeStudio21.com. Разбираем текстик из юнита 8, Solutions Pre-Intermediate, страница 76, юнит 8, Global Ashes. Я читаю, как всегда, текст, выписываю слова. Итак, нам предлагают прочесть вот этот крошечный текстик и вот эти слова из рамки повтыкать в текст. Ну что ж, поехали. Для начала... Нет, для начала я, наверное, напишу рамку, чтобы было понятно, что за слова. Возможно, кто-то не знает. Значит, вот это страны, countries. Страны, это energy. Ну, я думаю, energy без комментариев, энергия. Environment. Environment. Окружающая среда. Окружающая... Ющая... Среда. Letters. Письма. Кто не знает, тоже. Ну, и letters может иметь кучу значений. Rubbish. Это мусор. Turn off. Выключить. Что-то выключать. Сейчас увидим, что... Ой, у меня не та буква. Выключать. И use. Использовать. Use. Использовать. Итак, поехали. Teen action. Teen action можно перевести как подростки в действии или подростки за работой. Неужели подростки могут быть за работой? Сейчас увидим. Сейчас увидим. After that, they went to Berlin and discussed their plans. Then they wrote a letter, giving ideas for improving the environment locally, nationally and globally. Here are some of the things they think we should do. Так, это был первый абзац. Итак, в 2004 году 120 молодых людей в возрасте между 14 и 17 годами из 10 европейских стран. Так, здесь явно будет countries. Встретились в Берлине на первом молодежном экопарламенте. Перед тем, как ехать в Берлин, они разработали планы по улучшению, здесь я думаю, что environment, оно правда длинное, оно у меня не поместится, но я стараюсь как могу, значит, по улучшению окружающей среды в их собственных городах и деревнях. Они сконцентрировались на таких сферах, как переработка отходов, экономия энергии и уменьшение загрязнения. После этого они поехали в Берлин и обсудили свои планы. Затем они написали письма, я так думаю, letters, письма, в которых перечислили идеи для улучшения окружающей среды на местном уровне, на национальном уровне и на общемировом уровне. Вот некоторые вещи, которые они считают, нам следует делать. Итак, что у нас здесь интересного? Здесь куча умных слов сейчас будет. Итак, что мы тут имеем? Так, это все ерунда, тут все неинтересно, неинтересно. Так, improve. Improve. Вот оно, improving здесь стоит. Я напишу improve. Improve. Улучшать. Улучшать. Улучшить. Улучшать, как хотите. Environment я писала. Дальше. Focus on areas. Обратите внимание, это очень интересное выражение. Focus on. Сфокусироваться на чем-то или сконцентрироваться на чем-то. Сконцентрироваться. Так, что-то я не то написала. Скон-цент-ри-ро. Ух ты, какое длинное слово. Вать-са на чем-то. На. На. Многоточие. Далее. Recycling. Recycling – это переработка отходов. Неважно, каких, но это вторпереработка. Вторичное. Или вторичное использование. Можно еще так говорить. Вторичная переработка. Переработка. Далее. Что у нас тут еще интересно? Save energy. Тоже интересное выражение. Мы привыкли, что слово save означает либо копить, либо спасать. Так вот, save – это еще может означать экономить электроэнергию. Ну, не электро, а обязательно энергию. Save. Экономить – сохранять. Экономить. Точно так же, как деньги можно экономить, так и энергию можно экономить. Reduce pollution. Уменьшать загрязнение. Если дословно снижать уровень загрязнения. Поскольку pollution – у них слово неисчисляемое, то имеем то, что имеем. Reduce – снизить, уменьшить. Обычно снизить все-таки. Ну и pollution – загрязнение. Кто тоже, кому в диковинку, знайте, что это речь идет о любом загрязнении, любой среды. Загрязнение. Далее. Discuss – ясно. Letters – ясно. Improve. Улучшать. Опять environment. Далее. Locally. Locally – локально, если дословно, или на местном уровне. Locally. Locally – на местном уровне. То есть на уровне городка, на уровне квартала, улицы и так далее. На местном уровне. Далее. Nationally. На государственном уровне. Или на уровне нации. У них слово нация и государство – это одно и то же. Nationally. Nationally. На уровне государства. На уровне государства. Я пишу сокращенно, я думаю, все понимают, о чем идет речь. Ну и глобалы без комментариев. Я думаю, все понятно. Едем дальше. Следующий абзац. Итак. Recycle more rubbish. Я думаю, что это rubbish. Rubbish. Recycle more rubbish. For example, glass, paper, plastic, metal. Use our cars less. Use public transport and bikes or walk. Очень плохо видно, поэтому я не очень хорошо вижу, что читаю. Stop polluting rivers and streams. Pick up rubbish in parks and in the streets. Save energy. Turn off. Turn off. Lights and TVs when they are not using them. Don't use too many pesticides on farms. Use recycled paper. Use shopping bags instead of plastic bags. The youth's act of parliament is going to meet every two years. To find out more about it, visit their website www.aeyep.info. That's all. Окей. Что мы здесь имеем? Перерабатывайте больше мусора. Например, стекло, бумагу, пластик, металл. Меньше используйте машины. Пользуйтесь общественным транспортом или велосипедами, или ходите пешком. Прекратите загрязнять реки и малые речки. Ручьи, если дословно. Собирайте мусор в парках и на улицах. Экономьте энергию. Выключайте свет и телевизор, когда вы ими не пользуетесь. Не используйте слишком много пестицидов на фермах. Пользуйтесь бумагой из вторсырья. Используйте сумки вместо пластиковых пакетов для покупок. Молодежный икопарламент планирует собираться каждые два года. Чтобы узнать об этом больше, посетите их веб-сайт. Ну, веб-сайт ясно. Итак, что у нас здесь за интересные слова встретились? Здесь интересно. Public transport. Это общественный транспорт. Общественный. Общественный. Транспорт. Далее. Что ещё интересного? Streams. Ручьи. Маленькие речушки. Ручьи. Далее. Less. Меньше. Используйте меньше машины свои. Pick up. Подбирать. Поднимать. Поднимать. То есть шли и подняли. Так, далее тут ничего интересного. Pesticides. Pesticides – это отравляющие вещества. Поэтому они такие опасные, так сказать, и всё такое. Короче говоря, это отрава от всяких вредителей. Пестициды. Так оно и будет. Recycled paper. Бумага из вторсырья. Бумага из макулатуры. Я напишу из вторсырья, потому что макулатура – это тоже вторсырьё. А также бумагу делают не только из макулатуры, из тряпья и так далее, и так далее. Поэтому вторсырьё будет правильнее. Shopping bag. Сумка для покупок. Я думаю, писать не стоит. А вот instead of – это вместо чего-либо. Вот, собственно, и всё. Текстик очень лёгенький, очень маленький. Поэтому я думаю, что особой проблемы не будет. Хотя и здесь, как видите, можно найти гору интересных слов. Это всё. В следующем ролике я покажу из восьмого юнита тексты дальше. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.